Детский литературный музей. 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 Дворец достаточно большой. Комнат здесь очень много. Мы с вами знакомились только с некоторыми его залами. С некоторыми комнатами. Ну и вот это самый большой зал в музее Гагарина. Как вы думаете, если это 19 век, если это был дворец, для чего же мог предназначаться такой большой зал? Это для... Танцевали. А танцевали они где? Зали. Как называлось это мероприятие? Бал. Бал. Совершенно верно. Этот зал назначался для балов. Да? Какие танцы называли? Самые разные. Вальсы. 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 танцевали. Зал этот называется золотой. Видите, здесь очень много золота, очень много золотой отделки, да? Этот отдел, действительно, выходит на социальное золото. Что такое социальное золото? Это золото в пластинках, да? Очень много, как сказано. И если нам надо в интерьерах выполнить какую-то отделку, мы используем это социальное золото. Ну, а тогда оставали музеи. Музей, ребята, оставались давно, достаточно, в 1984 году. Здесь действительно проходятся концертные вечера, как кто-то сказал. Играют на рояле, устраивают музыкальные вечера, встречи, презентации каких-то книг. Ну, и здесь же часть экспозиции нам рассказывают об Украинском театре. Но мы с ней познакомимся, когда придется уже чуть-чуть постарше будущее. Как вы думаете, ребята, для чего вообще нужны музеи? Что здесь? Какое их основное назначение? Да, вот девочка позвала. Там насматривают всякие древние артефакты. Артефакты. Хорошо. Еще. Ну, еще предположение. Кто-то там поднял, кто-то и отпустил. Еще. Зачем мы в музей ходим? Что такое? Клыб. Клыб. Клыб, клыб. Давайте, пожалуйста, в моей жизни. Чтобы узнать, что было раньше, да? Чтобы узнать, что было раньше, да? Увидеть, какие использования предметы, да? Как их решили. То есть музей сохраняют, да? Старинные вещи. И мы на основании этого можем себе представить, да? Вот, видя эти самые артефакты, да? Что такое артефакты? Слово всем понятное, да? Да, да, да. Предметы из прошлых веков, из прошлых столетий, да? И вот, видя эти предметы, мы представляем себе, как же жили люди, да? Какой у них был быт, какие книги они читали, что они делали и так далее, да? То есть музей нам сохраняют старинные вещи, да? Доносят их до нас, да? Ребята, мы знаем, что нам относятся в первый зал. В первый зал у нас называют фольклодный шашлык, фольклод, понимаете? Фольклод – это устное народное творчество. Устное народное творчество. И любая литература, в принципе, она покрывается на основе фольклода, на основе этого устного творчества. Если вас какой-то вопрос возникает, поднимается руку, какие-то вопросы. Это понятно, да? Кто-то умеет? Ребятки, сделали два шага назад и построили с полукружочком. Давайте посмотрим на этот первый зал, да? Смотрите, вот эта большая-большая карта. Карта эта называется карта земель с северного предчерноморья. На какую ткань нанесена эта карта? Давайте посмотрим. Ну, я вам подсказала, что уже на ткань, да? Что это за ткань? Добавляю, чтобы сказать, что за ткань, не обязательно трогать. Посмотрите, лапа. Лен, у меня наедка. Ребята, поднимите глазки, что там вверху? Мальчики, не трогайте. Ребята, что там ткань? Мальчики, все, потрогали чуть-чуть. Что это за ткань? Это парусная ткань, да? Парусная ткань. Долго-долго здесь, с давних-давних времен, жили разные люди. Здесь были и греки, и славяне, и турки-османы. А потом эти земли стали частью бывшей Российской империи. И кто основал наш город, знаем мы? Екатерина II основал наш город. В каком году? Помним? Знаем? В 1794. Вот этот год очень важный, ребята. Запомните, это год основания Одессы. 1794 год. Императрица Екатерина II сдала указ об основании Одессы, да? Но она задумала Одессу как город очень современный, да? Как такой город очень передовой. И начала приглашать сюда иностранцев предметы. Штутвал. Штутвал, ядмо. Но в принципе у кого-то были предположения. При помощи этого предмета запрягали валов. Как покали землю в прежние времена, да? На полах. Полы, это большие бухи, и запрягали их при помощи ярмам вместе. А музыкальный инструмент вы мне уже назвали, он называется бандура. Бандура, да? Это лиричный, красивый, по-моему, музыкальный инструмент. Но давайте посмотрим на эти метрили. Что они нам напоминают по форме? Беги. Окна. Совершенно верно. Они напоминают нам распахнутые окна. И вот здесь, в этих окнах, ребята, тихонечко спрятаны старинные книги. Книги еще начала 19-го столетия, да? А вот там наверху вы видите изображение крепости. Ребята, тихонечко. Наверху изображение крепости, да? Вот эта крепость турецкая, которую мы здесь построили. А в ту сторону, посмотрите, что там? Пальцы аккуратно. Аккуратно. На фоне чего все? Эти часы и так далее. На фоне чего? Что здесь? Ворон, Одесса, да? Мальчики, тихоньки. Удача, фортуна. А это бог-покровитель торговли. Называется, забудь, бог не ж, место. Удача и торговля. Вот это все, как бы два благоохранителя Одессы. Но, ребята, быстрый, быстрый и курс развитию. Одесса получает ввод изображение Ришелье. Что такое Ришелье? Что такое Ришелье? Есть в Одессе памятник Ришелье. Это Берцев, немецкий титул. Дюк, это французский титул. А зовут его Атман Эммануэль Ришелье. У него вообще очень длинное имя, я вам не буду все произносить. Вам надо просто запомнить, что он Атман Ришелье. Он был, ребята, нашим первым градоначальником Одессы и губернатором всего Новороссийского края. Всей этой территорией, которую отвоевали. Он сделал для Одессы. При нем появились первые школы. Военный госпиталь, да, больница, где лечили. Нельзя, ребята? Ну что, мы пришли в зал. Давайте посмотрим на его интерьер, на его стек. Все спокойные, белые, зеленые. В этом зале располагался литературный салон князей Гагарина. Что могли делать люди в литературном салоне? Как вы думаете? Читать. Читать. Здесь собирались поэты, писатели. Они зачитывали свои произведения, свои стихотворения, да, обсуждали, делились своими мнениями. То есть это такие были как бы мини-культурные центры. А вот здесь старинные книги, да, книги девятнадцатого столетия. Вы иностранный язык какой-то изучаете? Английский. 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 Ну, здесь книги, которые представлены, они представлены на французском языке. Дело в том, что французский язык, старое одессе, был очень распространенным, разговорным языком. Очень многие говорили на французском. Здесь есть первая одесская газета, да, если это город, в нем светская жизнь, в нем должна быть и своя газета. Газета эта печаталась на французском языке, и называлась она одесский. В двух языках одна колонка на французском, а вторая на русском. Но вот это книги, здесь и Байрон, здесь и Больер, и Жан-Жак Руссо. Но некоторых из этих авторов вы будете изучать попозже. Вот, но вот так вот выглядели старинные книги. Они небольшие, да, смотрите, они такого как бы карманного формата. Такую книжку удобно взять в руки, да, и она, они очень красиво оформлены, как правило, дравюрами, интографиями. И очень многие художники сотрудничали с литературами, оформляли книги. Вот, но поскольку в зале идет речь уже о литературе 1820-х годов, кто же мог быть самым известным поэтом, который приезжал в Одессу? Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Молодцы ребята, подходите сюда. В этом году Пушкин приехал в Одессу. Как он здесь оказался? Он оказался здесь в ссылке. Дело в том, что когда он окончил лицей, он поступил на службу в коллегию уностранных дел. Это было в Санкт-Петербурге. Но поскольку он находился на чиновничьей службе, вот он не мог писать все, что ему хотелось. А он хотел писать свободные такие, вольные стихи. И он, конечно, царю такая лирика не понравилась. И царь принимает решение Пушкина удалить из Санкт-Петербурга. И в том, что начинается южная ссылка поэта. Он приехал в город Екатеринослав, сегодня это Днепропетровск. Потом путешествовал по Крыму, по Кавказу. Потом переехал в Кишинев. Вот в этом доме жил Пушкин в Кишиневе. Видите, Кишинев это столица какого государства, знаем мы сегодня? Молдавии. Да, это соседнее с нами государство. И вот Пушкин живет в этом большом доме и занимается переводом молдавских законов с французского на русский язык. Служит он у генерала Ивана Инзова. Иван, поскольку Пушкин все-таки политически ссыльный, у него есть какая-то служба. То есть он на чиновничьей службе так и остался. Вот у него должен быть какой-то круг обязанностей. И вот он служит в канцелярии Ивана Инзова и переводит эти законы с молдавского на французский. Но дело в том, что Пушкин очень хорошо знал французский язык. И в лицее у него даже было прозвище француз. Его называли француз, либо обезьяна. Но обезьяна за его арабскую внешность. Вы знаете, что у Пушкина африканские есть потомки. У него во внешности эти африканские черты были видны. Давайте посмотрим на рукописи поэта. Посмотрите, какой у него был почерк. Ростичек, ручки, зайчик, ростичек. Осторожно. Ничего нельзя понять. Ничего нельзя понять. Очень сложный почерк для понимания. И очень много рисунков. Ну давайте пойдем дальше. Покажите нам еще раз. Покажите. Два слова протеставра. Они просто не взяли. Мы зайдем в следующий зал. Там тоже очень много книг. Ну это у Михаила Воронцова. Видите, Михаил Воронцов был начальником Пушкина в Одессе. Самый богатый библиотек в Одессе. Самое большое собрание книг в Одессе было у Михаила Воронцова. Вот это книги из коллекции Михаила Воронцова. Ребята, по деньгам тогда... То есть это 1800? Ну это вообще 1800-го. Игната, по деньгам, это... Подождите, все сюда. Причите даже, да? Что это да? Что это да? Что это да? И что они могли делать? Представляете, что интернета не было? Конфинкера не было? Они читали. Там собиралась семья, например, в гостиной. И читали книги вслух. А что делали девушки? Девушки занимались вышивкой. Вот эта вышивка, ребята, выполнена из мелкого-мелкого бисера, который называется венецианский. Венецианский мелкий бисер. И на столе у каждого человека, который занимался писательством, либо он был писателем, либо чиновником, у него стояло две вот такие баночки. Что было в этих баночках? Чернила. В одной были чернила, действительно. А что было в другой? Они писали... Да, они писали в густином пером. Молодцы. В одной баночке были чернила. Молодцы. А в другой баночке, ребята, нет перешки. В другой баночке был песок. Песок. Вот сейчас мы... Мы будем писать попозже. Попозже. А зачем песок? А зачем песок? Ну вот смотрите, чернила же жидкие, да? И мы когда пишем чернилами, у нас рука бессмокрая, да? Оно может где-то потечь и оставить нам кляксы. А промокательную бумагу придумали попозже. И вот песок использовали, который впитывает излишек чернила. Мы писали, да, и посыпали песком. Он впитывал эту влагу. И потом мы его просто всыпали обратно в песочницу. Эти баночки так и назывались. Чернильница и песочница. Вот. У Пушкина тоже было две такие баночки. У него вообще была очень любимая маленькая зеленая дорожная чернильница, которую он брал с собой во все путешествия. Давайте посмотрим еще на несколько видов старой Одессы. Вот как вы думаете, что вот это? Музей. Музей. Еще какие версии будут у вас? У театра. У оперных театров, ребята, правильно. Так выглядел первый оперный театр в Одессе, куда ходил Пушкин. И у Пушкина есть такие строки. Но уж темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорее. Там упоительный рассиний, Европы, баловень, апфей. Вот это первый оперный театр в Одессе. А вот здесь, посмотрите, какие были пыльные бури. Пыльные бури налетали в Одессе, да, вот гнутся деревья, поднялась пыль. Такой была погода. Пыльные бури были такими, что иногда ничего не было видно, да, и они дулись по несколько дней, видимо, надувало дулы. Ребята, вопросы какие-то есть здесь? Мы с вами переходим в следующий зал. Кто-то из меня придет, мальчик, это что-то идет. Я покажу, что переходите. Пожалуйста, дам. Подошли сюда. Что-то вы в беседке на террасе, да? Но когда создавали музейный зал, его сделали как книжную лавку, книжный магазин. Вот первые книги, и в Одессе были очень дорогие. Ну, вообще книги были дорогие, да. Они стоили не меньше, чем машина сейчас, ребята. Они на русском написаны, либо на французском. Ну, вот такая небольшая брошюра, видите, книжка в мягком переплете. Она могла стоить порядка 10 рублей. Это было очень дорого, потому что корову в Российской империи можно было купить за 3 рубля, да, или маленькую книжку за 10. Но на какие уступки шли владельцы книжных павлов. Вы могли идти в магазин, взять любую книгу, которая вам понравилась, и читать ее в течение целого дня бесплатно. Ну, если вы приходили на следующий день, взять ту же самую книгу вы уже не могли, только другую, да, то есть пробуждали ваш интерес. Ну, вот люди приходили, усаживались за такой длинный стол, покрытый зеленым сукном, брали любую книгу и читали ее, да. Но если она им сильно нравилась, они могли ее купить. Здесь же одесские газеты представлены, одесские альманахи. Что такое альманах? Это сборник текстов, да? Вот молодые поэты публикуют свои стихотворения. Марата, молодец. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, что это не пугало, это женское жилье, это бы летящее привидение. Извинение! Извинение! Ладно. Выше солья называется, такая трава. И ответ Николая Васильевича Гоголя. В Гоголе какие-то произведения читали вы? Еще нет. Еще рано. Еще не читали. Стас. Мертвые души, вечера на хуторе Блестиканьки, майская ночь или утопленица. Да, много произведений. Гоголь написал Вий. Очень интересный сад, в котором жил Гоголь. Да. Походи, походи. Походи. Вот здесь я вам, пожалуйста, верно. Пойдем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 хорошо музыки нет так 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 какого года 1899 года музыка 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 музыка